Всем привет! На календаре 31 октября, по крайней мере то, когда мы выпускаем это видео. Если вы смотрите позже, то это не беда, а если день в день, то с Хэллоуином мы вас поздравляем. Ну и по этому поводу, еще в честь того, что последнее видео с Макаром выходило ровно год назад на канале, мы выпускаем праздничный стрим, где с вами атмосферно планируем поговорить. Все подробности читайте в нашей группе ВКонтакте и в описании к этому видео. Ну а еще 31 октября это тот день, когда в российском прокате выходит новый Терминатор под названием «Темные судьбы». Звучит довольно пафосно, да? Но некоторые из нас скупились на этот пафос и сходили на фильм. А именно, это Петр, человек, который впервые посмотрел Терминатора после 20. Петь? Петь, ты че? Кажется, мне нужно чуть-чуть отдохнуть. Это шестое видео за две недели, мне кажется, я не спал с того века. Не, Петь, ты че? Сейчас октябрем закончим, он там в ноябре-декабре вообще нон-стоп пойдем. Там столько крутых фильмов выходит вообще, ооо. А еще нужно кучу другого контента делать, а итоги года кто будет подводить. Не-не-не-не, ты давай с этим завязывай вообще. Я, кажется, понял в чем проблема. Ты, кажется, давно из дома последний раз выходил спортом, там занимался, вот и стал вяленьким. Тебе нужно фитнес-браслет купить, он будет тебе напоминать, как доходить на следующую тренировку. Сейчас мы тебе на Е-каталоге что-нибудь подберем. Заходим в умные часы и браслеты. Давай поставим автономность побольше. Ты сейчас, кажется, не в кондиции часто что-либо заряжать. GPS-модуль не забудем, чтобы ты не потерялся. Ну и водосащиту покруче, чтобы можно было плавать с ними. Вот, Garmin Fenix 5X. Выглядит вполне. Ну ладно, нет так нет, я вот тебе давно Apple советую. Давай Apple Watch себе новое купим. Смотри, они еще и дешевле. Так, ну я не знаю тогда. Вот на Е-каталоге довольно популярен раздел с игровыми приставками. Давай тебе PlayStation купим, а? Сна это не прибавит, но от положительных эмоций точно. У меня будет PlayStation? Так давай работать, что мы ждем? Если тоже хотите кого-то вернуть к жизни, то ссылку на PlayStation в Е-каталоге мы оставим в описании. Ну а меня зовут Владимир, я тоже сходил на нового Терминатора, и давайте уже к обзору. Сюжетная линия темных судеб продолжает историю второго Терминатора. Все другие продолжения полетели в мусорное ведро. Ну а в этой части все по классике. Из будущего прибывает злой Терминатор, который должен убрать одного важного человека, а на защиту этого важного человека прибывает также добрый Терминатор, только вот сюрприз-сюрприз, в этом же времени живет Сара Коннор, которая также прибывает на помощь. Что сказать про сюжет? Наверняка вы уже поняли, что он вторичен. Именно как идея, потому что который уже раз из будущего прибывает Терминатор, убить кого-то в настоящем, шесть фильмов на одном и том же сюжете вывозить довольно тяжело, поэтому это не самая захватывающая история, вы ее уже как бы видели. Но вместе с тем, сюжет «Темных судеб» повторичен не только как идея, но и как, собственно говоря, сама вещь для фильма, потому что сюжет тут не самая важная часть. Для меня гораздо важнее были персонажи и экшен, и об этом мы поговорим чуть дальше, а сейчас, ребята, сейчас я вас нокаутирую самым неожиданным в этом обзоре. Мне понравился этот фильм. Я надеюсь, вы не будете сразу бомбить и хотя бы дадите мне объяснить, почему все так произошло. Тут самое главное — это ваше отношение к франшизе, потому что с «Шестым терминатором» случилась довольно странная штука вот какая. Если вы фанат, этот фильм сожжет ваш зад напрочь. У вас просто выгорит стул, и вы будете бомбить и разносить этот фильм, что объясняет очень низкие оценки зрительские прямо сейчас, потому что его видели, в общем-то, те, кто на него хотел пойти, а именно фанаты, и им прям запекло. Это связано со второй сценой фильма, и причем во многом именно с тем, что она вторая, потому что, ну, вы либо уже словили спойлер, либо я не буду говорить, вы увидите в кинотеатре. В общем, из-за того, что они делают во второй сцене фильма, сам фильм как бы обретает сюжетную структуру, которую я буду дальше хвалить, но при этом он разрушает ваше детство, которое довольно ценное. Почему это не смутило меня, вы спросите? Потому что я довольно ровно дышу к «Терминатору». Штука в том, что я ознакомился с этой франшизой не в детстве, а в более сознательном, зрелом возрасте, и у меня нет никакой ностальгии по «Терминатору». Как бы первый фильм мне очень нравится, второй мне зашел, ну, нормально, это крепкая боевичилова, которая культовая, я понимаю, почему она культовая, но чтобы его прямо любить, ну, не то чтобы. Поэтому я довольно спокойно принял то, что произошло, но еще раз, если вы фанат, если это культовый фильм вашего детства, будет плохо. «Терминатор. Темная судьба» оказался незамысловатым боевиком. Первое, что я подметил еще на стадии трейлера, так это «ЛББ» от Сары Коннор. И знаете, это было очень плохо, честно, что у вас, у сценариста была возможность это позже вписать, ребята, конкретно Шварценеггеру. Почему бы вы это не сделали потом, где бы это смотрелось органично? А здесь это ты такой смотришь, к чему это вообще, зачем? Вот можете сами сейчас насладиться, я ставлю этот кусок на трейлере. Ну и сразу проговорим, что еще плохо. Это отвратительные отсылки. «I'll be back», иди со мной, если хочешь жить дольше 30 секунд. Вот это вставлено очень криво, очень неуместно и абсолютно расходится с настроением этого фильма. Лучше бы просто вырезать это к чертовой матери. Это плохо, не надо было так делать. Еще в фильме присутствуют сюжетные дырочки, небольшие ляпы и вот это вот все. Но, по-моему, несерьезно ругать развлекательное кино за такие вещи, потому что любое развлекательное кино можно развалить абсолютно по ляпам, по анахронизмам и всему такому. Да что уж там, ребята. Второй Терминатор держался на одной огромной сюжетной дыре. В первом фильме нам сказали, должен быть четкий корпус человека, который перемещается. Во второй перемещается жидкий Терминатор, чего не может быть, потому что у него нет четкого корпуса. Все прохавали. Так почему не прохавать шестому Терминатору такие же штуки? А вот за что стоит похвалить, так это за то, что на самом деле для того, что происходит в фильме, шестой Терминатор написан довольно неплохо. Я бы даже сказал солидно. У героев есть мотивации, довольно четкие у всех, им можно сопереживать вследствие этого. Если вы не можете им сопереживать, то это скорее всего из-за вашего субъективно-личного отношения, потому что фильм дает вам все, чтобы вы это делали. При этом тут довольно грамотно прописаны всякие предпосылочки к изменениям характеров, предпосылки к твистам, которые хоть и не особо удивительны, но в целом в канву фильма ложатся удачно. Приятно, что в отличие от многих шумных бум-бум-блокбастеров, здесь каждому герою, когда он теряет кого-то близкого или происходит что-то вот в таком духе, им дают время на осмысление. Тут есть тихие моменты, когда герои садятся, говорят, и вот тут проблема. Если вам не понравятся герои, фильм тут же сядет для вас моментально в зону скуки. Мне понравились герои, поэтому в такие моменты я видел, что они действительно переживают из-за того, что происходит в фильме, что делает их реальными людьми, из-за чего им становится удобнее сопереживать, что классно работает. А что еще классно работает, так это линия Арнольда Шварценеггера. И вот это действительно что-то новенькое и более-менее даже смелое для этой франшизы, потому что такого мы еще не видели. И это интересно. Мне было интересно следить за тем, как эта линия развивается, и закрывается она тоже хорошо. Плюс, удачно вписали современность, в общем, это все позволяет сюжету шестого терминатора вползти на вполне себе средний балл. Вот среди героев есть достаточно неглупые люди, очень умные машины, и у всех у них обычно нету никакого плана, как же справиться с главным злодеем, с этим неубиваемым терминатором. Ну, просто иногда хоть какие-то проблески есть, но ничего не срабатывает, а дальше опять давайте его мутузить. Мы знаем, что это не сработает, но все равно вдруг в этот раз получится. Ага. Еще чуть-чуть скажу о самом начале. Оно довольно спорное, и у фанатов может пригореть. Но если вы не такой дикий фанат, наверное, у вас и не пригорит, и вам это вполне нормально сойдет. Ну, а середина? Середина просто скучная, очень хочется спать, потому что, ну, на экране мало что происходит. То, что происходит, это опять какая-то... Все то же самое, все вот это неинтересно. Экшен он сдвинут на потом, что нам в начале показывают экшен, в конце, а между ним вот это очень сложно смотреть. Честно, хотелось очень спать. Вообще, конечно, сложно ставить какой-то высокий балл за сюжет, когда он вписывается в простую формулу, что плохого, злого терминатора отправляют в прошлое, чтобы он одним убийством остановил сопротивление в будущем. Наверное, я был каким-то наивным мальчиком, раздумал, что будет не так. Главные герои – три женщины, и они довольно спорны. Самая главная претензия у меня к персонажу Натальи Рейса на ожидание, потому что у меня совершенно не сложилось впечатление, что она та самая, за кого нам ее выдают. Но еще сцена с ней из будущего, ей сделали вот эти косички, у нее детское лицо, и такое ощущение, что она, наоборот, омолодилась, а не стала старше. Это очень странно выглядит. Грейс сыграла Маккензи Дэвис, и она более простой и понятный персонаж, но достаточно скучный. Правда, в конце нам ее чуть-чуть раскрывают, и это чуть улучшило мое отношение к ней. Но все равно не настолько, чтобы завтра я о ней вспомнил. Ну и Линда Хэмилтон вернулась к образу Сары Коннор. Знаете, изначально, когда я тянулся, прочитал, я подумал, ну нет, ребят, ну кому? Ну у нее потом вообще ничего не было, куда она вообще сейчас и не снимается. И я вообще это за хорошую идею не принял. Но потом, потом, в принципе, в этом фильме я считаю, что это такой проблеск надежды. Ее персонаж такой проводник между предыдущими частями и новый, даже такая ностальгия порой накатывает. И, с одной стороны, это достаточно прикольно, но иногда они перебарщиваются таким образом в супербабке. Как я и говорил раньше, мне понравились три главных персонажа. Это Сара Коннор, это Грейс, это Дани Рамос, потому что они довольно интересно между собой взаимодействуют. И хотя они не то чтобы сильно глубоко прописаны, но, камон, это же экшен, почему мы должны требовать глубокой прорисовки персонажей от экшена. То, что есть, этого достаточно. Можно ли было лучше? Конечно, можно. Но при этом то, что есть, позволяет ощущать их живыми персонажами, реальными, со своими слабостями, со своими переживаниями, с какими-то смятениями, с подозрениями. Все это в фильме есть. Единственное, что немножко подводит, это то, что актриса, которая играла Дани Рамос, объективно не самый харизматичный человек на свете, поэтому некоторые вещи она не тянет, которые человек с большим уровнем харизмы спокойно бы втянул, и это бы ему простили. А тут ей не прощают некоторые минусы, в отличие от Маккензи Дэвис, которая просто хороша, и от Линды Хэмилтон, которая, ну, просто супер. У нее много эмоций, ей есть что играть, у нее есть сюжетная арка с конфликтом, довольно четким и хорошо прописанным. Ну и да, местами она действительно слишком сама Терминатор, Терминатор, потому что, ну, в конце концов, она уже солидного возраста женщина, и как бы не то, чтобы можно было поверить в то, что она спокойно может получить по ребрам, а потом встать и продолжить биться. Ну, это боевик, допустим. Хотя еще раз, в момент, когда ее в фильме заявляют, и она такая, I'll be back, вот это дно фильма, это прям худшая его сцена, на которой я думал, ну все, трындец, мы приплыли, но потом ничего. А вот кто порадовал, так это Арнольд Шварценеггер. Мне кажется, у него отлично получается играть киборгов, и реально верят, что это не живой человек, а машина. Тут он, конечно, на вторых ролях, но сценаристы вставили его именно в тот момент, когда нужно расшевелить зал. Арнольд Шварценеггер, вот кто очень хорош, у него очень классная линия, именно сюжетная. Плюс он главный источник юмора в этом фильме, причем юмора не из Генезиса, а довольно холодного, отстраненного юмора, которого тут в целом немного, об этом мы еще поговорим, и то, что есть, очень хорошо, и именно он, пожалуй, мочит кор больше всех. И как и тройка главных героев, он ощущается очень органичным и живым в этом фильме, как бы иронично это не звучало. Гэбриэл Луна сыграл злого, неубиваемого, можно сказать, идеального Терминатора. Хотя, че уж там, в каждой части злой Терминатор именно такой. Само собой, злодей из него слабенький, этим никого не удивишь, но зритель может проникнуться главным героем дополнительно тем, что видит, какой же это непобедимый соперник на экране. За злодей нормально, актер делает то, что может. Он, в принципе, играет то, что ему написали, довольно неплохо, в основном его тащит действие, но злодейской харизмы ему, пожалуй, все-таки не хватает. Вот был бы тут кто-то более Роберто Патриковский, ну или как минимум, я не знаю, Джейсон Кларковский хотя бы, который был в Генезисе, вот он был бы тут и делал бы те же вещи, вот это было бы совсем неплохо. Ну, даже не знаю, насчет визуала. Выглядит дорого-богато, графика не палится, экшен достаточно красивый, но картинка как-то не цепляет, вот не цепляет. Мне кажется, картинки не хватает красивых локаций, впечатляющих планов. Балл-то я все равно поставлю внушительный, потому что, как я и говорил, ну, снято-то дорого и богато, и это прямо чувствуется. Но при этом сейчас есть фильмы, у которых ты смотришь и такой думаешь, вау, вот это визуал, вот это не тот фильм. Визуал фильма главное достоинство, а точнее даже не столько визуал, в смысле как цвета там, картиночка, вот это все, а именно экшен, вот конкретно боевые сцены. Способности жидкого злодея Терминатора в этот раз еще больше расширили, он превратился в какого-то Венома, что в принципе странно, но захватывает. И хотя весь фильм проходит по примерно одной схеме «Оторвались, догнал, экшен, оторвались, догнал, экшен». Это не надоедает, потому что создателям удается найти какие-то интересные локации для этого сражения. Вовремя меняется характер экшена, то есть тут у нас погоня на машинах, тут у нас просто драка, тут у нас погоня на вертолетах, тут у нас самолетный взрыв, в общем вот это вот все. И да, один из наших коллег по Ютубу в своем обзоре сказал, что нет ни одной запоминающейся сцены экшена. По-моему, это прям совсем неправда, потому что та же сцена в самолете, она прям запала мне в душу, это очень классно было. Правда, есть сцена в начале с омолаживанием, она все чаще появляется в кино, мы все чаще видим, как вот нам показываются персонажи, которые, допустим, уже умерли актеры, либо что нам омолаживают их. И это реально какая-то магия кино, мне кажется, с каждым годом это будет все чаще и чаще юзать, это мы в принципе уже видим. И перед режиссерами открываются какие-то невиданные просторы. Атмосфера этого фильма довольно интересная вещь, потому что мне в нем понравились в том числе тихие сцены, и от вашего отношения к этим тихим сценам, которые идут между вот этим вот догнал экшен, отношение к ним будет определять ваше отношение к фильму. Если вам не понравились на этот момент персонажи, вам не нравится, как они играют, вас взбесило то, что произошло в начале, то эти сцены будут восприниматься вами как... Но при этом, если все до этого вас не смутило, как меня, то вам будет интересно последить за тем, как в этот раз персонажи повзаимодействуют между собой, обсудят какие-то штуки, и никогда, ни разу в фильме такой диалог не проходит бесследно. Он все время чуть-чуть двигает сюжет, дает кому-то возможность посопереживать происходящему, дает возможность характером себя проявить. В общем, это никогда не бесполезный треп, что меня радовало. Есть несколько отсылок к предыдущим частям, и, наверное, это должно было добавить вам ностальгии, но мне показалось, что где-то они откровенно глупые, как тот же момент с Эл Би Бэк, где-то натянутые, а где-то неуместные. Ну и самое главное, что у нового Терминатора такая атмосфера, что смотреть на все это было откровенно скучно, и ваши ноженьки могли непроизвольно потянуться к выходу. Правда, боевые сцены все еще притягивают к экрану, поэтому, может быть, все не так уж плохо. В этот раз Терминатор на серьезных щах, тут больше пафоса и драмы, чем юмора, как было в Генезисе, но при этом, когда юмор есть, он очень удачный, хотя и довольно холодный. И плюс, мне очень субъективно понравился набор ситуаций и локаций, в которых оказываются персонажи, например, ночной поезд, граница и веранда. Вот так скажем, если вы смотрели фильм, вы поймете, о чем я говорю, я практически уверен, что если у вас общее мнение об этом фильме, вы сейчас скажете, что, серьезно, вот эти сцены... И да, именно вот эти сцены, ну, в общем-то, нельзя исключать, что мое отношение к этому фильму довольно субъективное. Саундтрек. Для меня стало большим удивлением, когда я посмотрел, кто же его написал, что это Джанки Эксель. Честно, когда я был в кинотеатре, я бы ни разу не подумал, что это именно он, потому что в предыдущие его проекты, ну, мне всегда что-то запоминалось, а тут, ну, просто белый лист. Я бы сказал, что никто этим саундтреком восторгаться не будет, и он забудется, но тут я пообсуждал чуть с Петей, он сказал, что ему, в принципе, какие-то композиции понравились, так что, может быть, это для ценителей. Ну, а вообще, если бы не тема из классического терминатора, я бы, может, еще меньше поставил. Музыка нового терминатора довольно середняковая, она будет делать привычное ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду в моменты экшена, она будет периодически интересно отсылать нас к классической теме Брэда Фиделя, надеюсь, я правильно произнес имя того композитора, и тут будут довольно неплохие тихие темы, такие с мексиканскими мотивами, гитарные, вот это вот все. Не то, чтобы этого было достаточно, чтобы поставить высокие баллы выше средней семерки. Я ставлю шестому терминатору 75 баллов, и напоминаю, что за особо хитро выдуманное оскорбление у нас в чате принято отправляться в бан. Я ставлю новому терминатору 60 баллов. Терминатор Темной Судьбы деле 12 место с Джоном Уиком. Кто-нибудь в начале года мог предположить, что эти два боевика будут соседствовать? Что сказать по итогу? Никто не убедит меня в том, что Шестой Терминатор это плохое кино, омерзительное, ужасное, растоптавшее память нашего детства, потому что для меня это не было детством, даже если Бэткомедиан выпустит 5-часовой обзор, в котором обольет его всеми словами, которые он знает, даже это не убедит меня в том, что Шестой Терминатор это плохое кино. Хорошее ли это кино? Тоже довольно громко сказано. Это скорее середняк, статистическому зрителю зайдет. Но вы еще увидите кучу обзоров, отвратительные баллы на зрительских сайтах и спросите, а почему все это? Почему? Во-первых, потому что этот фильм никто уже не ждал. Прекратите продолжать Терминатор. Даже я это вам могу сказать, хотя мне понравилось. Во-вторых, ну, этот фильм просто оскорбил фанатов, тех, для кого Терминаторы это больше, чем просто какая-то франшиза. Вот им он, может быть, немножечко подплюнул в душу, и я могу понять этих людей. Главное, что лично я для себя выношу, это что хватит делать бесконечные сиквелы хороших франшиз. Вот эти Рэмбо 5, Крепкий орешек 5, Терминатор 6, остановитесь! У меня создается впечатление, что просто хорошие боевики не могут вовремя закончить. При этом это не самое плохое кино, оно выполняет свою основную задачу, показывает вам красивый экшен, за этим вы можете пойти. Потом, если вы смотрели все части Терминатора и не брезгуйте, и четвертая, и пятая часть, и вам даже понравилось, то, скорее всего, понравится и эта часть. А если же вы посмотрели первую, вторую, ну, максимум третью, и сказали этой франшизе все, стоп, хватит, то не нужно давать шанс этой части, потому что, мне кажется, она не привносит какого-то второго дыхания, а просто повторяет пройденное. Что ж, братцы, вот такой получился обзор. Мы сами удивлены, что так все вышло, хотя Владимир вот в целом не удивлен, он как раз ожидал, что так все выйдет для него. Ну, а у нас в ноябре будет еще больше обзоров, так что подписывайтесь на канал, чтобы получать свежее мнение по фильмам, которые вы раздумываете, посмотреть или нет. Ну, и смотрите наши другие видео, вот они всплыли. А пока, пока.